Есть ли мясо в колбасе и почему сливочное масло делают из растительных жиров? С начала года Россельхознадзор провел почти 2000 исследований молочной и мясной продукции. Не соответствует качеству меньше 2%. Не покупать дешевое мясо, которое продается на стихийных рынках. Вот и все. А покупать хотя бы там, где имеется ветеринарный контроль, ветеринарный надзор. Например, если на... Как раньше у нас были колхозные рынки, сейчас торговые центры. Там имеется лаборатория ветеринарно-санитарная экспертиза. Это хотя бы на 99% там проводится лабораторная ветеринарная экспертиза. Многие производители товаров народного потребления идут не просто на хитрости, на обман. На этикетке пишут одно, а в упаковку кладут совершенно другое. Иногда доходит до абсурда. Потребитель у нас один открыл пачку халвы, укусил ее, сломал себе зубы, потому что внутри был инородный предмет. Но опять-таки вопрос до суда не дошел. В итоге, обратившись с простой лишь претензией к изготовителю, вопрос решился. То есть потребителю, во-первых, оплатили полностью лечение всех его зубов, полное восстановление, оплатили сверху компенсацию морального вреда, лишь бы никуда это дальше не ушло. Большинство обманутых потребителей, обнаружив, что молоко прокисло, а белый хлеб из серой муки, в суд идти не спешат. Довольствуются возвратом денег или заменой товара. Затраты на судебные тяжбы считают несопоставимыми цене товара. Хотя зачастую речь идет не только о потерянных деньгах и времени, но и о здоровье, которое не купишь. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.